Мельпомену в массы! С 1 сентября для российской молодежи будет доступно приложение портала Госуслуги культурам для использования так называемой Пушкинской карты. Это проект Министерства культуры России, в рамках которого у школьников и студентов нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет появится специальная банковская карта. Расплатиться ею можно только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги будет зачислять государство. На первом этапе с 1 сентября по 31 декабря ее номинал составит 3000 рублей. В следующем году сумма увеличится до пяти. Таинственный полумрак, сказочные костюмы и строгие замечания режиссера относительно актерской игры. Студентам Пермского государственного института культуры иногда разрешают прикоснуться к святая святых, к театральному закулисью. Молодежь не только с удовольствием посещает спектакли, но старается бывать и на генеральных репетициях постановок. Действо завораживает. Театр он развивает, он обогащает твою душу, он тебя направляет в какой-то правильный путь, и ты становишься более тонким человеком, ты чувствуешь более тонкие энергии, когда наблюдаешь за актерами, которые работают на сцене. Поэтому, конечно, это лучше, чем там сходить куда-нибудь в клуб, покурить кольят. Государство нашло возможность ближе познакомить школьников и студентов с театральным искусством. С 1 сентября 13 миллионов юных граждан России смогут получить так называемую Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить только в музеях и театрах. Программа направлена на популяризацию культуры среди молодых людей. Возраст молодого с 14 до 22 лет, дети, которые не всегда имеют возможность побывать в театре, кто-то в театре, может быть, вообще впервые появится благодаря этой Пушкинской карте. Мы думаем, что обязательно вот эта молодежь придет в театр и не один раз, и придет не один человек, а придет именно компания. Потому что, конечно, театральная атмосфера, она позволяет развивать и дружеские отношения, и видеть эти персонажи вживую. В театре у моста напоминают, сезон открывается 1 сентября грузинскими комедиями «Мачеха Саманишвили» и «Ханума». В репертуаре и классические постановки. Например, спектакль по пьесе Горького на дне и мастеры Маргарита Булгакова. Будет представлена и премьера. Знаменитый сказ про Федота Стрельца Удалова Молодца Леонида Филатова. Совершенно невероятная и интересная получилась постановка Сергея Павловича. Очень яркая, очень музыкальная, очень запоминающаяся, очень близкая, тем более, что она русская. Поэтому мы приглашаем именно на этот премьерный спектакль. Он тоже будет в сентябре, чтобы познакомиться с творчеством Филатова, как автора и как человека, который удивительно подмечает российскую, русскую особенность души. Благодаря Пушкинской карте молодежь при Камье и Крае сможет приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи по всей территории страны за государственный счет. Подать заявку на оформление этого пропуска в волшебный мир искусства можно с 1 сентября в личном кабинете на портале Госуслуг. К проекту будут постоянно подключаться новые культурные учреждения. Юлия Алеева, Елена Еговцева, Телевизионная служба новостей.